Всем привет, друзья! С вами снова я, Белокопатель. И мы продолжаем наше видео по вашим заявкам про Deus 2. Сегодня будет видео, как вы поняли из названия, с показанием VDI на различные цели, которые встречаются у нас. А то многие видео сейчас идут из-за рубежа. И вот люди просили показать на отклик металлоискателя на наши монеты, которые находятся у нас в России. Ну и, соответственно, на постсоветском пространстве. Но прежде чем начать наш сегодняшний ролик, я в очередной раз благодарю компанию сеть магазинов MD-регион. Все самые жаркие новинки, новые металлоискатели, появляются в первую очередь только у них. И также, друзья, я как всегда благодарю моих дорогих подписчиков и зрителей канала, всех, кто меня поддерживает. Напоминаю, что для спонсоров моего канала будет отдельный новогодний розыгрыш. Стать спонсором моего канала можно по ссылке в описании. Ну а теперь давайте приступим непосредственно к видео. Друзья, меня просили показать, какие VDI на разные цели. Вот, собственно, поэтому я и показываю это видео. Пишите в комментариях, какие еще надо тесты сделать. Я обязательно сделаю, как только погода улучшится, потому что сейчас очень холодно и у меня нет возможности. Вот, поэтому я вам из дома показываю. Опять же, вы просили, я для вас записываю. Начнем мы, наверное, с советских монет, потом пойдем по империи, по медной, потом пойдем по серебру, потом по золоту, по каким-то целям из свинца. И потом пойдут уже не монеты, а крестики, пряжки. И в конце мы закончим это мусорным. В общем, кому интересно, более конкретно какую-то позицию, смотрите по описанию. Там будет какой-то раздел, чтобы можно было быстро перейти в нужный пункт. Вот, программа первая общая, изменения сделал, только озвучку квадрат поставил и полифонию. Потому что Deus 2 дает огромное богатство всевозможных настроек. Вот, но я, друзья, решил вот так вот продемонстрировать возможности полифонии. И опять же, новую вот эту озвучку квадрат, которая, ну, более какая-то, более приемлемая. Так, ну что ж, приступим. Начнем с копеечки. Копейка СССР, ранняя. Тест не на глубину, тест. Просто, чтобы показать, какие показания вы даете. 2 копейки. 3 копейки. Напоминаю, озвучка квадрат, полифония. 5 копейок. Далее, ранние советы пятнашка. Щитовик. 20 копеек. Рамочник. Поздние советы. 15 копеек. 20 копеек. Так, это по советам. Теперь давайте, наверное, начнем с маленькой меди. Маленькая медная. Остаток ВРП полушки. Что это у нас? Полушка. Николай Первый. Да, напоминаю, что у меня еще стоит версия прошивки 001. Одна-вторая копейки Николай Второй. Полушка. Затертая. Идем по увеличению монет. Копейка. Так, фокус поймал. Приятный звук. Деньга. Забираемся все выше и выше. Копейка. Павловская. Куда же уже выше. 5 копеек. 5 копеек Екатерины. Странно. ВДА и ниже. Сибирка. 10 копеек. Остатка. Остатки. Видите, вот сибирская монета. У нас получилось, что пятак звучит выше. 5 копеек. Вот так вот интересно. Так, дальше. Серебро. Начнем с мелкого серебра. Это маленькая чешуйка петровская. Занезил чуйку, поэтому звук вот так вот может быть не очень громкий. Не обращайтесь, чтобы помехи не ловило. Деньга. Ивана Грозного. Чешуйка размером с копейку, честно говоря, не знаю, Михаил Федорович. Пять копеек серебро масонские. Пятнадцать копеек Билон. Пятнадцать копеек серебро. Прошивку поменяю, и потом будет тоже вам тест, если интересно, на новой прошивке. 1924 год, полтинник. Так. Ну, наверное, в принципе-то все по монетам. Далее уже пойдут немножко другие цели. Свинцовые. Маленькая свинцовая пломба. Свинцовая пломба побольше. Часто встречающаяся шарапнель. Охотничья пуля свинцовая. Ну что ж, золотишко. Золотое кольцо. Царское. Золотое кольцо советское с украшением, таким, камнями. С каменями. Золотая шайба. Самая низкая проба. Триста восемьдесят. Какая-то, триста восемьдесят пятая. Вот такая забавная из гайки перстень сделанный. Бьет под самый потолок. Так. Далее пошли цели уже следующего вида. Пуговица гирька. Медная. Пуговица гирька оловянистая. Из золова. Пуговица медная. Орлянки бывают. Но здесь у нас якорь. В разных положениях. Но в ДАй довольно-таки стабилен. Маленькая пряжечка. Медная. Маленькая конинка-колечко. Кручу по-разному. Очень четко в ДАй показывает. Не дергается даже. Классическая конина. Еще называют турецкая пуговица. В музеях. Тоже кручу по-разному. Очень мало меняется. Крестики. Маленький крестик. Лепесток. Большой крестик. Забава. У нас стабильно. Очень ВДА стабильно. Вот такая вот какарда. Ну не какарда, вернее. А пряжка ременная. Крестик серебряный. Найден на дне. Осушенной реки. Тоже в разных положениях практически не меняется. Крестик. Вот такой вот замечательный из олова. Так, продолжаем. Пряжка. Тоже железная. Чуть-чуть присутствует. Появляется. Посторонний хрюк. Краник от самовара. Тут уже, видите, под разными углами ВДА сильнее скачет. О, до 70 удалось раскачать. Кстати, пряжку как? Тоже. Тоже. Тоже можно раскачать. То есть все, что уже значительно крупнее монеты, ВДА уже прям менее стабилен. Это замечательно. Вот такой обломок креста. Тоже стабилен. Ближе вот такой звук. Так. Ну и давайте, наверное, тогда к мусорным целям. К сожалению, как говорится, сапожник без сапог я не смог найти почему-то сейчас вот пробку не одну водочную. Ну, мусорная цель такие. Алюминиевая проволока. Тоже довольно-таки стабильно. Маленькая фольга. Маленький кусочек фольги. Кусочек фольги побольше. Сразу насколько ярче звук. Маленький кованый гвоздик. Так, и правильно, да. Чтобы железная цель это записывать, надо дискримчик убрать. Маску я открыл. Кованый гвоздик со шляпкой. А так остальное все то же самое. Полифония. Кованый гвоздик побольше. Шляпкой вниз цветнет. И кованый гвоздик большой. Вниз. Снование. Боком. Реакция на такой гвоздик. Так, ну, наверное, и все. Да, все цели, к сожалению. Вот водочные пробки такой классической советской я не нашел. Друзья, надеюсь, вам было это видео полезно и интересно. Если вам интересны какие-то другие видео, пишите. Я постараюсь все, что можно заснять. Просто поймите меня тоже правильно. Я не успеваю все снимать. То есть кому-то интересно одно, кому-то интересно другое. Для многих, опять же, я делаю выбор на то, что, на мой взгляд, либо кто-то упустил и не снял еще, либо, скорее всего, и снимать не будет. Да, вот мне кажется, что вот ролик с показанием ВДА и уже люди просили. Но, наверное, руки дойдут у людей с Деусом 2 еще не скоро. Поэтому я и решил уделить внимание именно непосредственно сейчас этому ролику. На сегодня это все. Подписывайтесь, ставьте лайки. И кто может, оформляйте спонсорство канала. Желаю вам хороших находок. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. По видео, как вам показалось стабильно-нестабильно ВДА и почему на пятаки не такой высокий, как, например, вот у пятака. Да, да, поменьше размером, а ВДА и выше. Ну, в общем, пишите обо всем, обсуждаем в комментариях и делимся впечатлением. На сегодня это все. С вами был Белый Копатель. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok